Вы намного ценнее, чем вы думаете. Я бы хотел с вами пообщаться на эту тему. Ценность. Какова наша ценность? Сначала есть та ценность, которую нам приписывают другие люди. Сегодня в нашем обществе ценность человека часто зависит от его позиции, способностей, манера что-то делать, статуса или имения. Но когда эти вещи, возможно, внезапно исчезают, меняются или ломаются, ценность человека может за один миг потеряться. Может произойти девальвация, как бывает на бирже. Ценность человека, которая зависела от этих факторов, станет очень маленькой. Мы все знаем много таких историй, и нет нужды углубляться. Также есть та ценность, которую мы сами приписываем себе. Есть люди, которые имеют высокую самооценку и уверены в себе, знают, что они ценны, потому что рядом с ними есть те, кто их любит. Они принимают самих себя, они в мире с самим собой, и у них все хорошо в жизни. Они знают, что они ценны, потому что это начертано на их идентичности. Но есть и другие люди, которые страдают от заниженной самооценки. Они себя постоянно критикуют, видят в себе только недостатки, ограничения и слабости. Они несчастны и не способны ни принимать, ни любить самих себя, несмотря на то, что Иисус сказал нам любить ближнего, как самого себя. И так нужно научиться любить самого себя. Бог желает нам сказать, и Он нам всякими разными способами говорит, что мы драгоценные творения, мы творения, которые желанны Богом. Мы навечно любимы. Мы произошли из Его мыслей, из Его воли, и мы имеем место в этом мире. Псалмопевец пишет в 8-м псалме, «Что есть человек, что ты помнишь его? Он смотрит на луну и звезды и спрашивает себя, почему Бог интересуется мною?» Я просто пылинка во всей Вселенной. Я менее ничтожество, и тем не менее, кажется, что я являюсь частью Его приоритетов. Я в центре Его нежной заботы и Его внимания. Я являюсь Его приоритетом. Я VIP, то есть очень важная персона. Но я хочу вам передать главную мысль данной темы. Есть одно место, на котором очень особенным образом открывается ваша ценность. Смотря на это место, вы вспомнитесь и вновь найдете свою истинную ценность в глазах Бога и в собственных глазах. Однажды человек поднимался на холм. На его плечах было бревно, бремя. Приближаясь к нему, мы видим, что он изуродован страданием. Кровь течет по нему. Он был избит и изранен. Что же случилось с ним? Как он дошел до такого состояния? Он поднимается по холму, и мы видим, что он доходит до его вершины. Он окружен толпой, которая кричит и орет. Там есть воины, которые собирают крест. Человека раздевают и распинают на кресте. В его руки и ноги вонзают гвозди. Крест поднимают, и рядом с ним распяты два разбойника. Один из них говорит, спаси нас и спаси самого себя. Но дело в том, что Сын Божий, чистый, святой, совершенный, Бог воплоти. Именно о нем идет речь в этой истории. Он не мог одновременно спасти самого себя и спасти все человечество. Либо он спасал себя и освобождался от обстоятельств, и мир оставался потерянным. Либо он оставался на кресте и спивал чашу до конца и спасал мир, переживая несправедливую смерть, которую ему навязывали. Хотя он сказал, что сам отдает свою жизнь, и никто не отнимает ее у него. Он остался на кресте. Он умер на Голгофском кресте. Это место Голгофа стало местом откровения вашей моей ценности. Иисус думал обо мне, и Он понес мои грехи, мое страдание, мою боль. Давайте посмотрим, что написано в книге пророка Исаии, 53 главе. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Голгофа – это действительно место откровения вашей вечной ценности, так как Бог посчитал нужным отдать Своего единородного и возлюбленного Сына. Он оставил славу небес и пришел на землю, чтобы спасти вас и меня. Именно поэтому это является доказательством того, что мы обладаем невероятной и вечной ценностью. В Библии, в книге Откровения, 3 главе написано «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Это местописание показывает нам, что Бог желает иметь с вами близкие отношения, потому что вы – важная личность, вы вечно ценны для Него, и Он желает общаться с вами. Позвольте Ему спасти вас. Осознайте, что вы ценны благодаря Иисусу, который был распят на Голгофском кресте. Благодаря Его замечательному акту спасения вы обладаете вечной ценностью. Затем войдите в общение с Ним, пригласите Его в свой дом, в свое сердце, и вы будете счастливы. Вы сможете любить ближнего, как самого себя. Да, вы будете уверены в себе, будете пребывать в мире, в гармонии, в примирении с вашим Творцом, который уже дал вам вашу ценность. Теперь эта ценность еще больше, она вечно благодаря этому месту, на котором Иисус открыл ее. Да, вы намного ценнее, чем вы думали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин